В эфире программа в центре событий в студии Дарьи Давыдова. Здравствуйте и в этом выпуске. Ветераны Афгана снова в бою за землю для строительства центра патриотического воспитания. Число больных с сахарным диабетом растет. Эндокринологи бьют тревогу. Каждый 30-й сургутянин в зоне риска. Традиции ради в 38-й школе прошел день посвящения в первоклассники. Материальная помощь ко дню образования Югры. Неработающие пенсионеры региона получат единовременные выплаты. Такое решение принято на заседании правительства ХМАО. Для тех, кто проживает в автономном округе, сумма составит 1 тысячу рублей. Для тех, кто переехал в Тюменскую область – 650 рублей. Планируется, что в регионе выплаты получат более 220 тысяч человек. Деньги должны дойти до адресатов к дню рождения Югры, который отмечается 10 декабря. Представители общественной организации ветеранов и инвалидов Афганистана борются за сохранение своей земли. Участок подстроительства, который им выделила администрация города, может перейти в руки частных предпринимателей. С подробностями Дмитрий Теряев. Этот гектар земли в поселке Юность администрация выделила общественной организации 8 лет назад. Предполагалось, что ветераны здесь откроют центр патриотического воспитания. Мы сила в городе. Мы можем вести в уроки патриотического воспитания, направлять детей, тренировать детей. У нас среди ветеранов есть тренера. Есть просто преподаватели, которые бы хотели заниматься рисовать, выжигать. Но на деле все получилось совсем не так радужно. За 8 лет никакие строительные работы здесь так и не начались. Ветераны сетуют на председателей. Было их трое, и все они, по мнению членов организации, пытались заработать денег на этом участке. А вот поиском инвесторов для строительства, говорят общественники, руководители не занимались. Очень интересная земля. Вот я за три года здесь живу и здесь не вылажу с этой базы. Очень много предложений было. И мне конкретно коммерческие структуры говорили, директора коммерческие, которые приезжали, со мной общались. Да, нам вот этот кусок земли и просто пол куска земли. И в общем нету такой земли в Сургуте, как вот эта земля. Более того, ветераны уверены. Последний председатель просто закрыл общественную организацию и продал участок коммерческой фирме. Если сейчас организация не останется за нами, она может перейти в частные руки. Может, я не знаю, какие там действия будут проводиться через это. Но знаю, что в этом все идет. И я бы, конечно, этого не желал. То, что это будет на все ветеранское движение только минус. В администрации города поспешили людей успокоить. Земля числится за общественной организацией. И у ветеранов есть еще немного времени, чтобы освоить этот участок. Данный земельный участок предоставлен сроком до 29 октября 2015 года. На основании чего был подготовлен договор о ренте земельного участка и выдан на руки представителю данной общественной организации для подписания и регистрации. Если по истечении этого срока ничего здесь не появится, то администрация заберет землю. Ветераны и рады бы самостоятельно начать поиск инвесторов. Но какой в этом смысл? Ведь все документы на землю находятся у председателя, который уже месяц не отвечает на звонки. Все уже. Дмитрий Теряев, Игорь Севцов, Сургут, Интерновости. И к другим темам. Около 340 миллионов рублей составляет задолженность жителей города по имущественным налогам. С 1 ноября за каждый просроченный день будет начисляться пене. Если это не поможет, с неплательщиками начнут работать приставы. Они могут наложить арест на имущество или запретить выезд за границу. Только в этом году налоговая инспекция отправила более 7 тысяч заявлений в суд. Сейчас, если до последнего дня мы дотянем, у нас потом здесь будет полностью просто ажиотаж. Ажиотаж будет такой, что мы просто не сможем физически всех принимать. Хотя у нас рабочие, сами знаете, уже давно увеличенный график работы, но тем не менее при таком наплыве мы просто не справимся. В Сургуте в скором времени может появиться новое здание патологоанатомического корпуса. С 1 января все медучреждения города перейдут в окружное подчинение. В связи с этим недострой на Каролинского обещают доделать. Зданию морга на территории Сургутской окружной больницы почти 40 лет. И капитального ремонта в нем не делали ни разу. Здание патологоанатомического корпуса построили в 1976 году. Капитальный ремонт в нем не делали ни разу. Александр Иванович трудится в Сургутском морге уже 36 лет. Каждую мелочь, которая связана со зданием, помнит. В 1986 году была произведена реконструкция здания для нужд Сургутского отделения, в то время еще Тюменского бюро судмедэкспертизы. После этого был один косметический ремонт, вот сейчас второй идет. Здание нового строящегося морга на улице Каролинского находится в собственности города. С 1 января патологоанатомический корпус перейдет в окружное подчинение, как и все медицинские учреждения Югры. Тогда старый морг получит новую жизнь. Тем более, что возводить это здание начали, и достаточно давно, еще в начале нулевых. Потом, ввиду отсутствия денежных средств, строительство заморозили. Были сложности с подключением к отоплению, водоснабжению, электроэнергии. Сегодня объект готов на 70%. Реконструировать существующее здание не имеет никакого смысла, когда практически готовое уже есть. И требуется его только закончить, его строительство и дооснастить. Сейчас готова документация для проектировочных работ, поскольку там с того времени, когда оно начало строиться, уже многое изменило. В том числе, изменились и санитарные, и противопожарные нормы, и требуется привести соответствие. Располагаться в новом здании будет не только патологоанатомический корпус, но и судебно-медицинская экспертиза. Тем не менее, само здание морга останется в видении СОКБ. В патонатомии, кстати, занимаются не только выяснением причин смерти, но и исследуют анализы стационарных больных. Так что силы медиков распределят. Цитовая диагностика, то, что мы должны поставить диагноз цита, то есть быстро во время операции, естественно, будет располагаться здесь. А та диагностика, которая будет в плановом порядке, с учетом того, что наше здание уже никуда не годится, конечно, будет располагаться на новой территории. Если перебоев с финансированием не будет, а деньги на достроительство патологоанатомического корпуса пойдут по программе современное здравоохранение Югры, у Сургута есть шанс получить новое медицинское здание в течение следующего года. Ну а старое не отремонтируют, пока не приведут в порядок основные корпуса СОКБ. А это значит, что вряд ли раньше 2016 года. Дмитрий Круковец, Дарья Давыдова, Сергей Колотов. Сургут. Интерновости. В Сургуте планируют ликвидировать захоронение домашних животных, которые находятся в лесу рядом с Чернореченским кладбищем. Дело в том, что прямо по этой территории будет проходить новая автомобильная дорога. Она будет начинаться от моста через железнодорожный переезд в районе улицы Западной и проходить параллельно улице Аэрофлотской. Работы по ее строительству начнут не раньше 2015 года. Максимально в этой части разгрузить улицу Аэрофлотскую от этих траурных процессий и вообще весь транспорт, идущий на кладбище, завести вот на так называемую дорогу 200, условно называемую. Вот. И обеспечить возможность подъезда уже и строительства нового кладбища и подъезда к старому кладбищу. К слову, новое кладбище планируется рядом с Чернореченским. Сейчас готовится проектная документация. Старое у нас уже, время до кладбища, все резервы по территории уже практически на исчерпании. То есть, так попросту говоря, скоро хоронить будет уже в городе Сургуте негде. Поэтому тут тоже откладывать в долгий ящик не представляется возможным. Заболевание гриппом под контролем. В городе активно идет прививочная кампания. Вакцина поступила в полном объеме, порядка 90 тысяч доз. На сегодня профилактические уколы поставили 20 тысячам юных сургутян. Взрослых прививать только начали. Ну а чтобы держать вирус под контролем, достаточно поставить вакцину 30% населения. Мы планируем до 15 октября закончить прививку детского населения и до 1 ноября взрослого населения. Надеюсь, что у нас жители активные и не хотят, чтобы заболели не они, не их родственники. Приходите в поликлинику по месту жительства, прививайтесь от гриппа. В преддверии Всемирного дня борьбы с диабетом в Югре проходит акция «Время действовать». В ее рамках в Сургуте целый день работал мобильный диабет-центр. Любой желающий мог проверить уровень глюкозы в крови и получить консультацию специалиста. Обследование прошла и Екатерина Любешева. Вся процедура занимает не более одной минуты. Сейчас у меня возьмут кровь на анализ и результат будет готов практически мгновенно. Оказалось, что тестирование нужно проходить на голодный желудок. Поэтому принятые с утра бутерброд с маслом и сладкий чай сказались на результате. Мой уровень 6,4. Говорят, что норма 5,5. У меня немного превышена. Насколько это страшно, узнаем у врача-эндокринолога. Он бесплатно консультирует в этом же мобильном диабет-центре. Сейчас пока поводов для беспокойства нет, но необходимо вам дообследоваться по месту кожи. Обследоваться, говорят специалисты, необходимо всем и в любом возрасте. Начало болезни проходит зачастую бессимптомно. Диабетологический мобильный центр имеет свою уникальность, потому что он позволяет развернуть современную эндокринологическую лабораторию в отдаленных территориях. То есть специализированная медицинская помощь максимально приближена к пациентам. Среди посетителей много и спонтанных. Кто просто шел мимо по своим делам или возвращался из поликлиники. Всем раздали памятки и пригласили проверить здоровье. Услугами мобильного диабет-центра только в первый час работы воспользовались 100 человек. Я узнала, на что я не предрасположена, у меня нет их. И ты счастлива? Да, я счастлива, потому что я добирал образ жизни. Я шел мимо, смотрю, принимают. А почему? Что это мне дает? Узнать, состояние свое здоровье. Лишняя консультация, она не помешает, тем более, когда мнение специалистов, оно всегда важно. Решила проверить, что раньше немножко был, а сейчас норме. Считается во всем мире, что человек старше 40 лет обязан делать один раз в год хотя бы. Число заболевших сахарным диабетом растет год от года. Несладкий диагноз имеет каждый 30-й сургутянин. А вот эндокринологов в поликлиниках больше не становится. Такие акции способны хоть немного разгрузить врачей амбулаторий, а также усилить профилактическую работу. Что касается наших горожан, конечно, им повезло и в части того, что помимо поликлиник у нас на территории работают два центра здоровья. Это и центр здоровья для взрослых, и центр здоровья для детского населения, которые именно проводят те самые скрининговые исследования и позволяют выявить сахарный диабет на ранней стадии. Чиновники и врачи планируют продолжать подобные профилактические акции. Екатерина Любешева, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. В Сургуте подвели итоги конкурса «Мой учитель». Целый год учащиеся школы города выбирали лучшего преподавателя и писали про него сценарий фильма. В финал попали 10 лучших проектов. По ним сняли ролики и показали на одном из телеканалов города. В Центре культуры Камертон прошло награждение лучших. Победитель получил образовательную путевку в Чехию. Мы считаем, что это очень актуальный проект, очень интересный проект. Мы убеждены, что такого проекта нет нигде, ни в округе, ни в России. Город и округ отметил специальными наградами сургутских преподавателей в сфере культуры и спорта. Почетной грамотой правительства Югры за профессиональный вклад в развитие культуры отмечены два человека. Грамоты от города получили 17 преподавателей. Благодарственные письма за многолетний добросовестный труд получил 21 учитель. Дипломом лауреата городского конкурса «Спортивная элита» 2012 года в номинации «Три лучших детских тренера по олимпийским видам спорта» отмечен тренер-преподаватель по гребному слалому Центра плавания «Дельфин» Сергей Кулагин. Его воспитанница Наталья Деревянко получила сразу два диплома лауреата конкурса «Спортивная элита» в номинации «Золотой резерв югорского спорта» от региона и в городской номинации «Спортивные надежды». Я очень рада, что меня сегодня наградили. Но это не только моя заслуга, но и моего тренера Кулагина Сергея Александровича. Хочу поздравить своего тренера с Днем Учителя и надеюсь, что мы добьемся еще больших успехов. А в 38-й школе устроили двойной праздник – День Учителя и посвящение в первоклассники. Веселые перемены, открытые уроки и много гостей. В чем клялись первоклассники и что подарили педагогам ученики старших классов в материале нашего корреспондента. Праздничная форма, банты, галстуки и цветы. У новобранцев 38-й школы снова праздник – посвящение в первоклассники. Месяц назад в том же составе вчерашние детсадовцы пришли в первый класс. Клянусь, пред всеми стараться здоровым быть. В 38-ю школу исправно ходить. Клянетесь? Клянусь! Они уже адаптировались в новых условиях и торжественно поклялись соблюдать правила поведения в школе. Принесли клятву родители, которые, к слову, волновались больше своих чад. Клянусь, будь я мать или будь я отец, ребёнку всегда говорить – молодец! Клянетесь? Клянусь! И я уверена, что для родителей сегодня это ещё одна возможность находиться в ежедневном общении с ребёнком и вместе с ним постигать новое для того, чтобы формировался нравственный, воспитанный и добрый человек нашего города. Во главу угла в 38-й школе ставят именно формирование общечеловеческих ценностей, почитание традиций и взаимное уважение. Поэтому, пока первоклассники радовали своих учителей и родителей полученными знаниями на открытых уроках, ребята постарше, показывая пример малышам, поздравляли педагогов с профессиональным праздником. Отличный подарок – портрет кисти любимых учеников или музыкальное поздравление. По общему мнению, двойной праздник в школе удался. Марина Путорина, Анна Серикова, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. И в заключении выпуска информация на правах рекламы. Научно-технический центр «Эврика Трейд» отметил свой юбилей. За 25 лет компания прошла путь от конструкторского бюро до крупного производственного предприятия. Широчайший ассортимент продукции, который включает в себя более 500 различных моделей. Не менее обширная география поставок – НТЦ «Эврика Трейд». Причем она не ограничивается только Ханты-Мансийским округом и соседним Ямалом. Продукция идет в Челябинскую, Тюменскую, Тамбовскую, Московскую и Пермскую области, Республики Татарстан и Удмуртия и многие другие. «Эврика Трейд» начинала с изобретения полноприводного сидельного тягача «КамАЗ-4408», а теперь в линейке продукции есть даже агрегаты для исследования скважин. Данная компания – одна из немногих компаний, которая является научно-производственным центром, которая занимается производством, делает на базе шоссе «КамАЗ» различные автомобили, которые с большим удовольствием приобретают и у нас «Ургутнефтегаз», и «Казпром» – дочерние предприятия. За 25 лет количество уверенных и проверенных годами партнеров НТЦ «Эврика Трейд» превысило 200 различных предприятий и компаний, которые представляют дорожно-строительные и коммунальные нефтегазодобывающие отрасли. Иногда возникают моменты с изменением технологических наших процессов. Мы заказываем абсолютно новую технику, которую не все производители на сегодняшний день могут изготовить и берутся. А «Эврика» благодаря тому кадровому потенциалу, который она за эти годы скопила, у них действительно работают, на мой взгляд, настоящие специалисты, они практически берутся за изготовление любой техники. Компания «Эврика Трейд» прошла сложный путь становления от конструкторского бюро с домашней пропиской до изготовителя с коллективом в 300 человек. НТЦ «Эврика» в 1997 году была одной из первых компаний частного бизнеса, которая открыла свой расчетный счет в Сургутнефтегазбанке. С тех пор мы сотрудничаем, мы дружим, мы взаимодействуем по различным проектам. Индивидуальный подход к клиентам, эксклюзивные модели техники и оборудование практически под любые нужды заказчика, сервисные центры. Все это и многое другое качественно отличает «Эврику Трейд» от многих компаний в регионе. Можно оценить как надежного, ответственного партнера, который очень переживает за общее дело, всегда отвлекается на наши просьбы, и мы со своей стороны стараемся поддерживать «Эврику» в его начинаниях. 25 лет – это не предел, уверены в компании «Эврика Трейд». Здесь строят планы уже на следующие четверть века. Рамиль Нуреев, Вячеслав Шаркунов, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. До встречи на каналах СТС, ТВЦ и ТВ-3. Пластические операции в медицинском центре «Наджа». Телефон 56-20-26. Преображайся и чувствуй себя уверенно. В обувных супермаркетах «Лизе» осенние скидки до 30%. Мама, выгляни из окна. Солнце светит ярко-ярко и играют детвора. В карабусе приоденусь, ведь им не гулять пора. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей. Телефон 35-8282. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок, как раньше? Только мясо. Монгольская тушенка – только мясо. Натуральный продукт. Огромный выбор изделий из серебра. Часы, ручки, посуда, брелоки, мужские кольца, запонки, зажимы. Изделия с драгоценными камнями. Большой выбор изделий из золота. Якутские бриллианты, кольца, серьги, цепи. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ, 3-2. Телефон 21-00-11. Для заботливых родителей, окружающих своего ребенка, только лучшим. Новый филиал частного детского сада «Капитошка» открывает свои двери. «Капитошка». Теперь на Белецкого 12-1 и в других районах города. Телефоны 97-40-37 и 62-05-86. Здравствуйте! Информация о погоде на 9 октября. В студии Екатерина Манкевич, шубки от салона «Мехов Греция». Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Компания «Жалюзи». 18 лет, на рынке услуг. Жалюзи всех типов. Шлагбаумы, защитные рольставни, ворота. Компания «Жалюзи». Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. Улица Лермонтова, 11-5. Офис 203. Телефон 36-14-47. Новая модель рулонных жалюзи «Зебра». Ознакомиться с образцами и получить консультации специалистов можно по адресу. Улица Гагарина, 8. Телефон 245-00. В среду на погоду в Западной Сибири будет оказывать влияние тыловая часть циклона, куда с севера начнут прорываться снеговые облака и более холодный арктический воздух. Ночью в Сургуте окрестностях облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на западный. 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 4, плюс 1. Утром местами снег, метель. На столбиках термометров от 0 до 3 градусов мороза. Днем также облачно, небольшой снег, метель, гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный. 5-10 метров в секунду. Температура минус 4, плюс 1. В течение дня солнечная активность умеренная. Геомагнитный фон спокойный. Атмосферное давление будет расти и составить 748 миллиметров ртутного столба. Саламандр. Размер не имеет значения. Скидка 50% на летнюю обувь. Новые модели коллекции осень-зима 2013-2014 уже в продаже. Салон «Мехов Греция». Стиль, дизайн, неповторимая изысканность, высокое качество и мастерство. Салон «Мехов Греция». Все для вашего успеха. Сургут. Улица Университетская, 7. Проспект Ленина, 16. Спонсор прогноза погоды – салон «Мехов Греция». Предлагает новую коллекцию шуб из меха-норки, лисы, каракульчи, европейских домов мод. Салон «Мехов Греция». Все для вашего успеха. Улица Университетская, 7. Проспект Ленина, 16. Телефон 23-55-55. Фабрика «Комфорта» оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте самым современным оборудованием. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменном высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебель в выставочных залах торговых центров «Вега», «Магаз» и в ваших домах. Открылся новый салон «Фабрика «Комфорта» в торговом центре «Вега». Проспект Ленина, 71, 2 этаж. Телефон 950-850. Я желаю хорошей погоды в вашем доме. Будьте здоровы. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok